Здравствуйте, уважаемые товарищи! Александр Владимирович попросил меня в связи с последними беспорядками на Кубе, некоторыми политическими выступлениями, сделать небольшое сообщение для канала «Альтернативы». И, конечно, в первую очередь большая благодарность Александру Владимировичу и Движению «Альтернативы» за такую возможность. И разрешите представиться. Меня зовут Александра Арыбаджан. Я вообще занимаюсь Кубой в Институте всеобщей истории и в Институте мировой экономики и международных отношений. Изучаю эту страну, в том числе и современную ситуацию. Поэтому постараюсь коротко, но по основным моментам, осветить то, что произошло. И, конечно, начать хотелось бы с того, что непосредственно всплеск политической активности пришелся на 11 июля 2021 года. Изначально в городе Сан-Антонио-де-Луз-Банес, который находится в провинции Артемисе, в общем-то, это недалеко от столицы, от Гаваны, люди стали выходить на улицы, и они, в общем-то, выходили с разными требованиями. Я бы классифицировала эти требования на два типа. Первый тип требований — нормализовать социально-экономическую ситуацию, то есть восстановить адекватное электроснабжение, восстановить адекватную систему снабжения продуктами питания. С этим тоже в последнее время возникали перебои, и люди были вынуждены стоять в очередях по несколько часов, вплоть до 12 часов для того, чтобы, допустим, купить мыло или курицу, какие-то такие базовые вещи. И также требовали ускорить процесс вакцинации. А второй тип требований, который выдвигался, в большей степени носил политический характер, и это зачастую были призывы смены режима, свержения социализма, выступления за то, чтобы текущая власть уступила своей позиции, и в целом перестала существовать именно однопартийная система, которая сейчас на Кубе существует. Я напомню, что Куба управляется фактически коммунистической партией Куба, а это единственная разрешенная партия в стране. Помимо Сан-Антонио-де-Лос-Баннису такие же протесты охватили ряд других городов. Они перечислены на слайде, но в том числе и до Гавады дошли протесты. Здесь также стоит отметить, что они продолжались. После 11 числа были, судя по сообщениям СМИ, и 12-го. Но основная часть пришлась именно на 11 июля, это было в воскресенье. И они не были исключительно политическими демонстрациями, шествиями. В ряде случаев совершались различные акты вандализма, нападения на автомобили сотрудников полиции, также ограбления магазинов. В том числе магазинов, где продаются товары за валюту. То есть те товары, которые в действительности доступны далеко не для всех граждан Куба, поскольку не все граждане Куба обладают достаточным количеством валютных средств. Стоит сразу отметить, что меня, в общем, на следующий день и даже в этот же день очень многие стали просить прокомментировать. К сожалению, не было возможности. Но то, что писали СМИ, зачастую не соответствовало действительности. В особенности, если мы посмотрим те средства массовой информации, которые в целом занимают критическую позицию по отношению к Кубе. СМИ стали распространять реально сфальсифицированные материалы, якобы отражающие масштаб протестов. Уже доказан ряд фальсификаций. Использовались видеозаписи с момента празднования аргентинцами победы их страны в Кубе Америка. Это демонстрировалось как якобы протесты к Кубинске. И ряд подобных вещей, то есть снимки из Египта 2011 года, что якобы это масштабная демонстрация, является демонстрацией, которая проходила на Малеконе, это знаменитая набережная Галан. Но потом уже опровержения поступали очень активно из разных источников. И в целом, как отмечает, по крайней мере, кубинская сторона, очень сильно присутствие социальных сетей в этом протесте. И, в общем-то, некоторая часть выступления была подготовлена через социальные сети, где создавались аккаунты буквально за несколько дней до 11 числа, которые активно распространяли определенную информацию, требовали гуманитарной помощи для Кубы, говорили о том, что на Кубе гуманитарная катастрофа и ставили соответствующие хэштеги СОС Куба. Как утверждает кубинская сторона, это фальсифицированные аккаунты. Я думаю, что это действительно так. По крайней мере, если посмотреть информацию, которую предоставляют кубинцы и те, кто им симпатизирует, действительно аккаунт создается под это. Именно под это начинает делать много репостов именно такого материала. Это не просто человек, у которого есть история. Таким образом, о масштабах протестов, о масштабах манифицизации очень сложно судить, потому что даже те же какие-то СМИ могут писать такую заметку, делать, что в некоторых городах, в нескольких городах, в десятках городов это абсолютно неточная информация, которая не дает реального представления о том, что же все-таки происходило. Учитывая, что и кадры могут быть сфальсифицированы, очень сложно понять, сколько на самом деле было демонстрантов. Несколько слов о том, вообще, вот в какой ситуации конкретно произошла эта вспышка. Возможно, это нам поможет понять, почему же она вообще произошла. На Кубе сейчас обострилась эпидемиологическая обстановка. Помимо того, что ухудшилась система снабжения, о чем я уже сказала, необходимо отметить, что, в принципе, роль туризма, она здесь... Здесь важна роль туризма. Когда начался коронавирус, когда началась мировая пандемия, Куба резко закрыла границы и перестала принимать туристов. В связи с этим у нее значительно сократились возможности получать валюту, валютные поступления, на которые она может, и всегда это делала, покупать продукты, даже базовые какие-то продукты питания. И, естественно, все это происходит на фоне блокады экономической, введенной Соединёнными Штатами Америки давно, более шестьдесятков лет назад. Но в текущей конъюнктуре при правительстве Трампа эта блокада ужесточалась. И коронавирус, и эпидемиологическая обстановка не стали факторами, которые американская сторона посчитала бы достаточно весомыми для того, чтобы от блокады или от каких-то хотя бы мер блокады отказаться. Нет, наоборот. Меры ужесточались, и они здесь играют важную роль, потому что, во-первых, Куба в принципе в условиях блокады не может рассчитывать на благоприятные и выгодные условия заключения контрактов, поскольку контрагенты зачастую не соглашаются бояться торговать с Кубой и что-то продавать Кубе, боятся санкций, которые могут последовать со стороны США. И это же касается не только чисто рыночных отношений и торговых, но и даже каких-то гуманитарных поставок, потому что если, допустим, нам нужно поставить определенные медикаменты на Кубу или те же продукты питания как гуманитарную помощь, мы зачастую все равно будем нанимать какую-то компанию-перевозчика. Компания-перевозчик тоже может не согласиться или может какие-то условия предъявить менее выгодные для кубинской стороны в связи с этой конъюнктурой. И в этих условиях, конечно, сокращение поступления валюты, оно было ударом для Кубы. Кубинский ОВП за 2020 год сократился на 11%, что, в общем-то, сопоставимо с так называемым особым периодом в мирное время. Это период в истории Кубы, начало 90-х годов, когда в связи с распадом социалистического лагеря и распадом СССР, который был основным торговым партнером Куба, на Кубе начался очень жестокий социально-экономический кризис. Серьезное сокращение ОВП, просто обвал внешнеторгового оборота. И на этом фоне, кстати, тоже были выступления политические в 1994 году знаменитой Маликанаса. Но тогда, в общем-то, Фидель побеседовал с протестующими и, как всегда, убедительно и четко объяснил ситуацию. И это событие, в общем-то, не повторялось. Поэтому те протесты, которые мы видели 11 июля, они рядом экспертов сравниваются вот с тем протестом 1994 года по масштабу, что это один из наиболее масштабных таких вот актов протеста за современную историю Куб. Дело в том, что долго существовать в такой ситуации очень тяжело без валютных поступлений. И хотя изначально Куба закрыла границы, и в связи с этим она очень успешно контролировала распространение коронавирусной инфекции, долгое время были минимальные цифры заболевших и совсем маленькие погибших. К сожалению, эта ситуация напрямую связана и с открытостью страны к туристам, и с экономической активностью самой внутренней жизни страны. И по этой причине, как только возобновились туристические потоки, как только был снят ряд ограничений с внутренней жизни страны, кривое заболевание попало вверх, и значительно ухудшилась ситуация именно вот к лету. Я бы сказала, что с апреля цифры, в том числе умерших, попало вверх значительно. И вот сейчас Куба буквально переживает пик наиболее серьезную ситуацию, связанную с коронавирусной инфекцией. Конечно же, это тоже внесло свою лепту в общую нестабильность ситуации в стране. Тем не менее, стоит подчеркнуть, что Куба является единственной латиноамериканской страной, которая разработала пять собственных вакцин от коронавирусной инфекции. Две из них, это та, которая вынесена на слайд, Абдала, а также Собирана 02, который ставит третий укол Собирана+, показали эффективность более 90%, что, в общем-то, свидетельствует в пользу того, что система медицины на Кубе является не просто развитой, но и одной из ведущих в мире. И в этом смысле Куба бросает вызов развитым странам Запада. Какая здесь возникает проблема? При всей успешности непосредственно научных разработок встает проблема массовой вакцинации, которая идет на Кубе. И уже, насколько я знаю, два миллиона человек получили три дозы вакцины, то есть прошли полную вакцинацию. Но на Кубе население более 11 миллионов. И для того, чтобы вакцинировать одного человека, требуются три дозы вакцины, то есть три укола, а значит, три шприца. К сожалению, в таком количестве на Кубе нет шприцов, и произвести в таком количестве шприцей в сжатые сроки Куба не имеет возможности. И здесь снова мы обращаемся к проблеме экономической блокады, поскольку Куба нуждается либо в доступных закупках тех же шприцов и разных других на самом деле СИЗов и так далее, либо в гуманитарных поставках, что, кстати говоря, насколько я знаю, на днях сделала наша страна, помогает активно Кубе гуманитарными поставками. И в этом смысле, наверное, нужно сказать спасибо, потому что действительно от того, как сейчас пройдет вакцинация, от того, как сможет Куба справиться с коронавирусом сейчас, во многом будет зависеть стабильность той власти, которая есть. Мы сейчас попозже немножко поговорим об ее характере. Да, и заканчивая вот этот конъюнктурный раздел, стоит отметить, что вообще американская эмбарго осуждается всем международным сообществом. Не так давно произошло голосование в рамках Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции кубинской, которая требует отменить блокаду, и абсолютное большинство, 184 страны, поддержали кубинскую резолюцию. Только США и Израиль выступили против. Собственно, это довольно классическая ситуация. Это не первый раз уже так международное сообщество поддерживает Кубу, но эффекта на данный момент это никакого не имеет. И эмбарго, как существовал, так и существует, и оно ужесточается. В том числе и после протестов вводились разные новые санкции. Правда, в основном персональные, против конкретных политических деятелей кубинских. Но это не важно. Не важен тут сам прецедент. И в целом, вокруг этих протестов, международное сообщество зачастую занимает такую позицию, что надо отменить блокаду, и Куба должна бы, наверное, сама разобраться с тем, что у нее в стране происходит. Но, конечно же, позиция США не совпадает с такой позицией. От разных политических деятелей США можно услышать призывы вплоть до вооруженной интервенции на Кубу, что, конечно, маловероятно в современных условиях. Но американская трактовка событий заключается в том, что на Кубе мы видим демократические порывы. Эти протесты выражают стремление к свободе демократии. И вот в таком духе риторика о том, что режим должен быть сменен в стране. Как, собственно, отреагировали кубинские власти на происходящее? В первую очередь стоит сказать, что сейчас президентом Кубы и лидером Коммунистической партии Кубы с Восьмого съезда, который прошел в апреле этого года, является Мигель Диас-Канель. Он сменил во главе государства Рауля Кастро, во главе партии вот недавно. Рауль Кастро является младшим братом Фиделя Кастро. Диас-Канель родился в 1960 году, то есть уже после революции. И он также попытался проводить разъяснительную работу, выступая в СМИ, общаясь с народом. И основной его идеей было то, что блокада очень жестоко ограничивает Кубу в ее возможностях развиваться и выживать в условиях коронавируса. И Диас-Канель призвал народ Кубы защищать революцию, не дать провокаторам поле деятельности и занять улицы, не дать провокаторам занимать улицы. И, в общем-то, к этому призову прислушались как кубинцы на Кубе, так и за рубежом. 17 июля прошел очень масштабный митинг в Гаване, на котором собралось, судя по сообщениям СМИ и по фотографиям, вот на экране одна из фотографий с флагами Кубы и движение 26 июля справа. Это как раз-таки фотография с этого митинга, на нем собралось более 100 тысяч человек, что, конечно, впечатляет. И в то же время массовые мероприятия проходили в самых разных странах мира. За рубежом проживает немало кубинцев, которые участвовали в мероприятиях в поддержку революционного правительства. А также в этих мероприятиях участвовали и просто симпатизирующие организации, активисты, которые выступали в поддержку Кубы. И на слайде вы можете видеть одну из таких акций слева. Это совсем недавняя акция, которую 25 числа, в преддверии празднования 26 июля. 26 июля на Кубе — это особый день, поскольку 26 июля 1953 года бородачи штурмовали казарму Манкада. И это считается таким днем начала Кубинской революции. Собственно, именно сегодня я и записываю это видео. Наверное, вы увидите его позже. Тем не менее, вот накануне вчера, 25 числа, Коммунистическая партия Мексики проводила мероприятие по празднованию 26 июля и в поддержку Кубы в современных условиях. И до этого также множество организаций в той же Мексике и в других странах. В Мексике могу достаточно подробно рассказать о том, что происходило. Буквально на следующий день после протеста, 12 числа, множество организаций разного характера вышли на мероприятие у Кубинского посольства в Мехико, которые, да, эти организации активно поддерживали Кубу и выступали, в первую очередь, за отмену блокады, конечно же. Это такой основной облуг, который выдвигается обычно на подобного рода мероприятиях. Коммунистическая партия Мексики тоже там была, но там были и другие организации, разные дратскистские организации, левоцентрические организации и так далее. И вот эта активная поддержка, она тоже освещалась кубинскими СМИ и действительно создается впечатление, что она была масштабной. Она проходила и в европейских странах, и поддержка Кубы, лозунг невмешательства в ее внутренние дела является одним из ключевых на такого рода мероприятиях. Что хотелось бы еще здесь добавить? На самом деле мы… Сейчас я осветила коротко именно конъюнктуру, а непосредственно вот в текущий момент какие-то факторы, которые повлияли на всплеск недовольства. Тем не менее нужно поговорить немножко о более общем процессе, который переживает революция Кубы сейчас. Если говорить об этом более общем контексте, то нужно сказать, что, во-первых, с распада Советского Союза и особого периода в мирное время Куба пытается встраиваться в мировую экономику, которая функционирует на законах рынка и свободной торговли. И в связи с этим, естественно, Куба вынуждена перестраивать ту социалистическую систему, которая существовала в годы существования СССР и СССР. Я напомню, Куба являлась членом СССР с 72-го года. И если до поры до времени пока еще, в общем-то, во главе Кубы находился Фидель, эти реформы, эти попытки немножко перестроить общую систему планирования и вообще ведения хозяйства, они были скорее таким режимом реагирования быстрого на то, что происходит, и ряд нововведений носили временный характер, то примерно с 6-го съезда, это 2011 год, реформы стали, в общем-то, носить структурный характер. Они называются актуализация социально-экономической модели развития, ну или актуализация социалистической модели развития Кубы, да, на самом деле названия бывают разные, встречаются, но я бы вообще, я буду называть этот процесс актуализацией, потому что именно этот термин использует кубинское руководство. Они не говорят о реформах, они говорят об актуализации. Тем не менее, это реально структурные реформы, которые ориентируются уже на долгосрочное внедрение рынка. И об этом свидетельствует тот факт, что была юридически закреплена система найма рабочей силы, а также частной собственности на средства производства, чего не было в особый период мирного времени в 90-е годы. Частная собственность на средства производства была зафиксирована на определенные средства производства, зафиксирована в Конституции 2019 года, которая была принята на референдум. Кроме того, уже давно стоял вопрос об унификации валюты на Кубе. Раньше на Кубе тоже вот в результате спада ВВП и кризиса экономики в начале 90-х была внедрена система двух ПЕСА. Один ПЕСА – национальный, в котором получали зарплату и расплачивались граждане Кубы. Второй ПЕСА – конвертируемый, который приравнивался к доллару. И в нем уже функционировал ряд предприятий, связанных с внешним сектором, туризм, и расплачивались туристы. Преимущественно так. То есть Гавана в основном, там можно было встретить цены именно в конвертируемом ПЕСА, и турист должен был платить в конвертируемом ПЕСА. И, естественно, наличие этих двух ПЕСА провоцировало, стимулировало социальную дифференциацию общества, потому что появлялись какие-то сектора населения, которые, ну, помимо того, что-то получили возможность тогда же в начале 90-х вообще владеть долларами, валютой, и получать из-за рубежа, допустим, переводы, что делало их более состоятельными по отношению к их с отечественникам, которые не имели возможности получать такие переводы из-за рубежа. Помимо этого аспекта, также нужно понимать, что есть ряд профессий, которые просто связаны с туризмом, допустим, и здесь человек получает зарплату, получал зарплату вот в конвертируемом ПЕСА, который один конвертируемый ПЕСА равнялся 24 национальным, и из-за этого получался реально огромный разрыв в доходах, ну, очень значимый, скажем так, потому что если вы, допустим, таксист, и вы кого-то отвезли куда-то за день за 25 долларов и за 25 конвертируемых ПЕСА, то вы вот получили за день или там даже за несколько часов 25 конвертируемых ПЕСА. На следующий день то же самое. То есть в течение месяца вы понимаете, что вы получаете значительную сумму в конвертируемых ПЕСА, то есть по факту долларов, да, при этом ряд людей, кубинцев, которые работают в государственном секторе и получают зарплату национальных ПЕСА, не имеют никаких доходов в конвертируемых, просто получают свою зарплату и все. То есть, а зарплата эта, если переводить в конвертируемые ПЕСА, может быть равна 20, 30, 40 конвертируемых ПЕСА в месяц. То есть разница в доходах значительная. Я уже не говорю о том, что там, пример с таксистами, это один из примеров, которые могут быть. В действительности вы можете уже заниматься сдачей комнаты или сдачей жилья. И, конечно же, это все значительно расходится с представлением хотя бы о принципе социалистического распределения по труду. И вот давно стоял вопрос о том, чтобы унифицировать ПЕСА. И почему-то именно вот в этот момент, в момент обострения ситуации социально-экономической в связи с коронавирусом, в декабре было об этом объявлено, в январе, с 1 января, ПЕСА был унифицирован. Это привело к инфляции, потому что цены нужно каким-то образом сравнивать. И это было запланированно. То есть тот шаг, который приняло губинское руководство, он был осознанным. Было понятно, что инфляция будет и что это будет определенным ударом по населению. Тем не менее, эта реформа была проведена и ее оценку на данный момент сложно дать. Тем не менее, четко можно говорить о том, что момент был выбран не самоудачно, учитывая общую социально-экономическую ситуацию в стране. Можно было бы все-таки потянуть и как-то попытаться смягчить смягчить ситуацию для населения. Кроме того, если говорить о более широком процессе реформ, нужно понимать, что действительно они носят рыночный характер и стимулируют самостоятельность различных экономических агентов. То есть, если раньше экономика носила очень высокие степени обобществления, то сейчас, напротив, расширяется количество профессий, по которым можно становиться самозанятыми, то, что на слайде обозначено как коин-то апропейзму. Также формируется постепенно сейчас в рамках этой же актуализации юридическая база под создание мелких и средних предприятий, что уже достаточно сильный шаг в сторону такого, скажем так, рыночного социализма, который уже граничит, скажем, с некоторыми другими формами способов производства. Расширяется независимость государственных предприятий, они теперь большую долю прибыли могут оставлять за собой и перераспределять между своими работниками инвестициями. Также наблюдается ряд пославлений во внешней торговле, активно стимулируется кооперативный сектор. В общем и нужно подытожить вот этот пункт, сказав о том, что все-таки государственный сектор пока дает самую часть занятости для населения кубинского, оно постепенно перетекает вне государственный сектор, будь то кооперативный или частный. И эта тенденция последних лет будет продолжаться, судя по тому курсу, который был взят в 11-м году на 6-м съезде. Тогда еще руководил страной Рауль Кастро, напомню. Все это ведет к тому, что если раньше система была более централизованная и в ней был более жестко налажен контроль, то сейчас контролировать экономику и резко реагировать на какие-то шоки становится все более сложным, потому что вы теряете контроль над разными экономическими агентами, что в общем-то и есть, анархеринга. И в условиях кризиса уже становится сложно проводить какие-то мобилизационные мероприятия и этот кризис разрешать. То есть пусть даже внедряя какие-то временные меры, но в острую фазу сбоя поставок необходимо наладить контроль и необходимо наладить распределение такое, чтобы не было граждан, которые оставались без определенных продуктов. Сейчас это в общем-то была бы основная задача для кубинского руководства, но методы прежние, которые могли раньше применяться по типу либретты, то есть карточки, по которым можно было приобретать субсидированные продукты. Эти методы уже окончательно отходят на задний план, они считаются отжившими себя, неэффективными, и выбор делается в пользу рыночных скорее механизмов. И здесь же я бы еще сказала такой отдельный момент, указала бы на разницу исторического поколения и поколения преемственности, что под этим подразумевается. Историческое поколение это поколение людей, которые своими руками боролись против режима Батиста в 50-е годы. К сожалению, сейчас эти люди от нас уходят и практически их уже не остается на Кубе. Рауль Кастро является одним из этих представителей исторического поколения, но и он уже формально снял с себя все полномочия, в том числе и как руководителя партии. и приходит во главу страны поколение преемственности, но оно уступает и в уровне, скажем так, по харизматичности оно уступает историческому поколению и в целом на мой взгляд в идеологической подкованности. Вообще в этом смысле очень сложно понять, почему было принято решение структурных реформ на шестом съезде. Я думаю, что это внутренний процесс дискуссии в партии и, скорее всего, сейчас в партии основная точка зрения на социализм, она, преобладающая точка зрения на социализм, состоит в том, что необходимо что-то вроде вьетнамской модели, необходимо опираться на идеи рыночного социализма, чтобы выживать в текущих условиях и становиться более привлекательным для иностранных инвестиций, за счет которых можно было бы добиться какого-то развития. Насколько это действительно может привести к успеху, это большой вопрос. И во что это встанет к кубинскому населению, это тоже большой вопрос. Существует точка зрения о том, что вот эти вот этот идеологический сдвиг, он произошел как раз примерно после того, как Фидель стал уходить от дел в государстве. Возможно, это так. и в большей степени ряд специалистов по кубе ассоциируют такие этот крен вот с именами Рауля и, конечно, Диасканели. О чем еще стоит сказать в связи с этими протестами и их восприятием в целом левыми силами, что, наверное, интересно аудитории канала «Альтернатива»? Я бы сказала, что большинство левого движения социал-демократического типа, большинство правительств прогрессистских, это губерна прогрессиста в Латинской Америке, по типу правительств левого поворота, по типу современной Венесуэлы или Боливии. В той же Мексике более мягкий вариант во главе с Андреасом Мануэлем Лопесом Абрадором. В Аргентине с Альбертом Фернандесом во главе тоже такой более мягкий вариант. Эти правительства и эти силы сторонники концепции социализма XXI века оказывают кубе безусловную поддержку на любых мероприятиях и основой этой поддержки является общая антиимпериалистическая позиция и лозунг отмены блокады и невмешательства во внутренние дела Куба. Также безусловную поддержку сейчас вот в этих условиях кубе оказывают и радикальные левые силы, которые при прочих равных, если бы мы не находились в контексте скажем так обострения политической обстановки в стране, они могли бы дружественно по-товарищески критиковать то, что делает коммунистическая партия Куба в современном этапе. Это такие партии, как, например, коммунистическая партия Мексики, коммунистическая партия Венесуэла. Я думаю, что примерно такую позицию занимает российский Родфронт. То есть на данный момент в основном источники информации таких организаций, они публикуют сообщения в поддержку Кубы и точка, призыв к отмене блокады и так далее, борьба против империализма и так далее. То есть на данный момент эти партии и организации движения, которые потенциально могли бы какую-то критику товарищескую выдвигать, они этого не делают, поскольку боятся возможных последствий какой бы то ни было критики, поскольку сейчас ситуация особо остро. С другой стороны, существует критика, которая в основном исходит из более радикальных левых по типу организации Россон и Революсион в Аргентине, которая не считает себя троцкистской организацией и больше стоит именно на таких радикальных левых позициях. В том числе также и ряд троцкистских организаций, они очень активно критикуют Кубу и говорят о том, что протесты это свидетельство кризиса рыночного социализма, попыток внедрять рынок и не только этот тип критики предъявляют, но также в основном троцкистские организации доводят свою позицию до тезисов о том, что бюрократия эксплуатирует рабочих на Кубе и до предсказаний того, что протесты вылезут в революцию. Конечно, эта позиция не совсем адекватно отражает то, что происходит, в том числе и в рамках самих протестов. Они не такие масштабные и в действительности речь не идет о какой-то организации рабочей там. Абсолютно нет. Это скорее такая идеалистическая трактовка некоторых организаций. Но конечно нельзя отрицать того, что есть определенные проблемы в административном аппарате. И проблемы эти достаточно серьезно сказываются на эффективности функционирования в целом кубинской экономике. Хотя, конечно, здесь сложно сказать, что на данный момент больше дестабилизирует, скажем так, плановую систему Кубы. На мой взгляд, это даже в первую очередь все-таки именно вот эта ориентация на структурную реформу. И на самом деле серьезные изменения в системе планирования Куба, которая раньше была централизованной в значительно большей степени, которая ориентировалась, в том числе интегрировала в себя пятилетние планы и широкую номенклатуру физических показателей. А сейчас, конечно, от этих моделей отходят достаточно давно, и это тоже определенным образом сказывается на возможности контролировать, что происходит в стране. Но саму проблему бюрократии и вообще я бы сказала здесь шире надо смотреть, потому что проблема не только в бюрократии, но и в целом в труде. Потому что если уж мы говорим по совести о Кубе, то здесь проблема с производительностью труда. И здесь нужно пытаться продумывать конкретные механизмы оптимизации и роста производительности труда, оптимизации распределения имеющихся ресурсов. Да, и на мой взгляд, конечно, такая критика действительно, наверное, она может быть в какой-то степени дестабилизирует, но с другой стороны нельзя не критиковать. Почему? Потому что на мой взгляд нельзя просто так останавливаться на лозунгах отмены блокады или на лозунгах антиимпериализма не вмешать в самым что ни дела. Последительная марксистская оппозиция заключается в том, что необходимо защищать кубу социалистическую, ту кубу, которая искала возможные варианты снятия противоречий товарного производства. Это и есть самое ценное в ее опыте. И то, что до сих пор сохраняется, несмотря на вот эти мелкие, но ускоряющиеся, к сожалению, элементы внедрения рынка, именно социалистические отношения кубинские, они являются тем, что, в общем-то, ценно, и что имеет опыт преодоления в том числе и кризисных ситуаций. Да, в том числе и зачастую какими-то централизованными методами. Но исторический опыт этого 60-х годов он у Кубы есть. И это интересно, это то, что ценно, это то, о чем надо говорить. И в этом смысле позицией последовательной, на мой взгляд, является защита кубинского социализма и указание на те ошибки, которые, скажем так, на те последствия современных реформ, которые реально бьют по этой системе и бьют по ее жизнеспособности. То есть нужно показывать ошибки пути рыночного социализма в данный момент. которые в том числе и привели к протестам. Об этом на следующем слайде. Здесь в чем вообще проблема? В том, что действительно есть ряд людей, которые просто устали среди протестующих, устали от тяжелой социально-экономической ситуации. И они не являются сами по себе контрреволюционерами. но этим актом выхода на протест они сливаются как бы с теми, кто занимает открытую контрреволюционную позицию. Тех, кто призывает к тому, чтобы на Кубе был внедрен капитализм. Те, кто в свое время лишили собственности на Кубе и хотят ее вернуть. В том числе и естественный иностранный капитал, который в действительности хотел бы получить больше возможностей, более благоприятные условия для использования Кубинской рабочей силы, для ее эксплуатации, внедрения в Кубинскую систему общественных отношений. И конечно вот это недовольство, оно в том числе вызвано тем, что современное руководство не может отрегулировать ситуацию, оно не может справиться с определенными проблемами, внедря рыночные механизмы. И об этом наверное стоит в большей степени именно эту проблематику в большей степени стоит освещать. В целом ситуация осложняется и тем, что вот эту усталость как раз таки используют контрреволюционеры, используют гусанус, используют Флорида с кубинскими иммигрантами и конечно пытаются все это путем и мягкой силы в том числе используют Вашингтон. Но когда они используя вот эту протестную волну и апеллируя к социально-экономическому кризису обвиняют во всех грехах и в этой конкретно кризисной ситуации социализм, они на самом деле не разделяют определенные этапы кубинского социализма. Нельзя приравнивать вектор на кубинский на рыночный социализм социализмом более централизованного скажем так характера. Это ошибка, но об этом мало кто говорит, об этом мало кто пишет и в результате лозунг итоговый выглядит следующим образом. Социализм неэффективен, а бахуэль социализм. То есть давайте скинем социализм. Нужно понимать, о каком конкретно типе социализма мы говорим и нужно понимать, что в действительности социализм может дать более эффективный ответ на те проблемы, с которыми столкнуется Куба. В этом смысле, конечно, важна и двоякость кубинского руководства, потому что апелляция постоянная к отмене блокады и защите суверенитета это верно в целом, но если наряду с этим вектор идет на расширение рынка, то вряд ли стоит ожидать какой-то именно от кубинского руководства более, ну скажем так, шага назад к социализму, грубо говоря, к каким-то административным возможно инструментам, которые сейчас в кризисной ситуации могли бы все-таки хотя бы в режиме ручного управления обеспечить самым базовым населением. К сожалению, рынок делает свое дело и социально-экономическое расслоение, о котором я уже сказала, оно усиливается. На этом фоне, конечно, я вот об этом не писала ни в одном из своих материалов, вернее, по крайней мере, на русском языке, и, наверное, я попробую сейчас сформулировать вот этот вот такой, скажем, завершающий тезис. Дело в том, что в условиях расширения рынка и независимости экономических агентов от центра безусловно не только социально-экономическое неравенство будет расти. Будут формироваться определенные группы населения, страты общественных, страт общества, интересы которых не просто не будут совпадать, они, в общем-то, будут постепенно становиться антагонистическими. и руководство страны на данный момент оно, в общем-то, опирается на народную поддержку, на народный консенсус. Непонятно, до какой поры этот консенсус будет вот в той форме, в которой он есть сейчас. Непонятно, до какой поры эти разные интересы, о которых я только что сказала, они будут сосуществовать, не входя в прямой антагонистический конфликт. И здесь рано или поздно вопрос станет следующим образом. Все-таки, чьи же интересы будет выражать государство, я бы даже сказала, коммунистическая партия Куба, и за счет чьих интересов будут решаться проблемы, потому что вероятнее всего, если мы говорим о дефиците ресурсов, то есть на самом деле определенный резерв, который с помощью политических решений использовать можно. вопрос в том, что, вероятно, он не будет использован. Будет ли принято определенное политическое решение, это большой вопрос. Однако, все-таки, эта проблема, она является ключевой, и именно она, вероятнее всего, нам покажет, да, вот выбор инструментов дальнейшего решения экономических проблем, он нам покажет дальнейший вектор развития кубинской экономики, кубинской в целом общественной системы, в том числе коммунистической партии Кубы. Нельзя не сказать о том, что дискуссия, она существует на Кубе, и все-таки есть значительная, например, апелляция к идее Морнестача Гевара, который отстаивал, настаивал на централизованном характере планирования, например, и ряд экономистов, ряд общественных деятелей Кубы все-таки ближе стоят к этой позиции, но на данный момент, как я это вижу, все-таки преобладает позиция скорее более рыночная, более в сторону рыночного социализма. Что ж, друзья, я постаралась кратко характеризовать ситуацию, которое случилось, показать некоторые социально-экономические моменты, которые важно учитывать при анализе ее. Конечно, какие-то моменты я намеренно опустила, какие-то моменты возможно я упустила, но я хочу поблагодарить вас за внимание и поскольку сегодня все-таки 26 июля поздравить с этим праздником всех кубинцев, всех, кто симпатизирует Кубе, идентифицирует себя с кубинской революцией, и предлагаю завершить это выступление лозунгом «Вива Куба социалиста», потому что я думаю, что именно социалистическая куба — это та куба, которую мы должны защищать, и именно этот лозунг можно было бы использовать на любых мероприятиях и должен было бы использовать на мероприятиях в поддержку этой страны. спасибо за внимание. Спасибо за внимание.